ПЕСНЯ Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня 16 марта 2019 года. Мы рады всех приветствовать на Нижегородской земле. Сегодня, открываем очередное заседание Фонда Рабочей Академии и Федерации профсоюзов России, Российский Комитет Рабочих. И, как вам уже ранее было известно, была предложена повестка из трех вопросов. Подготовлены докладчики из лица рабочих. Значит, для того, чтобы начать работу, нам нужно определиться с сегодняшним регламентом. Организационной комиссии предлагается следующий регламент. Значит, начало работы в 10, с перерывом на обед в 13.30. То есть, мы предлагаем этот промежуток времени поделить на полтора часа. Работаем первые полтора часа, потом 10-минутный перерыв. Возобновляем работу. В 13.30 у нас обед. Где-то через час, получается, в 14.30 возобновляем работу и до 18 часов сегодня. Завтра возобновляем работу в 9 утра. И по мере того, как будут приняты и проголосованы за все постановления, приняты решения по постановлениям, мы закрываем наш семинар и отправляемся по домам. Кто за предложенную Организационной комиссией повестку дня, ой, повестку регламент, прошу голосовать. Голосует я, напоминаю, кто имеет красный мандат с решающим голосом. Розовый мандат с увещательным голосом. Спасибо. Так, и первым вопросом повестки нашей стоит эта борьба за шестичасовой рабочий день. Для доклада приглашается товарищ Шилов. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Шилов Дмитрий Юрьевич, Санкт-Петербург, Ленинград. Я работаю в ООО КБСМ, рабочем, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Я рад приветствовать всех участников. Радует, что столько народу у нас количество прибывает. И это подтверждает то, что актуальность этих вопросов, которые здесь поднимаются, она растет с каждым днем, можно сказать. Поскольку наступление на интересы рабочего класса усиливается, буржуазия продолжает наступление на наши насущные и коренные интересы. В общем-то, повсеместно идет сокращение производства. И это вызвано тем, что капиталисты заинтересованы в увеличении прибыли. Мы знаем их. Главный интерес капиталистического общества – это прибыль. И ради этой прибыли они готовы на многое. И как писал Маркс в «Капитале», что даже за 300% прибыли даже не побоятся и смертной казни. И, собственно, в этом, как говорится, суть капиталистического способа производства, в котором мы сейчас с вами и находимся. Но как же так происходит, что мы знаем, что есть объективные законы для развития, которые говорят о том, что производительность труда все время растет. В любом обществе, и капиталистическом, и при коммунизме, и при феодализме, при любом строе всегда совершенствуется орудие производства. Тем не менее, положение рабочих ухудшается, и нагрузка увеличивается. Вот тут надо разобраться. И если не знать теории, то не понять причины разрушения. Почему мы хуже живем, если производительность труда растет, а жизнь ухудшается, нагрузка на рабочих ухудшается, места сокращаются. Ну и как показывал Александр Владимирович в своей работе с авторами в книге «Борьба за шестичасовой рабочий день» как основание современного развития, он наглядно показан, что существует общий фонд рабочего времени в производстве, который объективно снижается все время за счет производительности труда, роста производительности труда он снижается. То есть, на те блага, которые создаются обществом, работники тратят меньше времени. Это объективный закон. Но поскольку общество у нас капиталистическое, и капиталисты из этого закона пытаются вытянуть прибыль, они идут по пути сокращения работников. Это очень важный момент, что поскольку мы рабочий класс, боремся довольно-таки слабо, не осознаем порой вот этих механизмов, мы не знаем, и я тоже не знал раньше, как это все происходит, и без теории, без обоснования, и не понять, что происходит. То есть, и без этой борьбы, мы рабочие обречены терять рабочие места, ухудшаться будет наше положение. Если мы не противопоставим этому движению, организованное движение рабочего класса за свои коренные интересы. В первую очередь, это сохранение рабочих мест. То есть, борьба со шестичасовой рабочий день будет способствовать сохранению рабочих мест. То есть, вместо того, чтобы капиталист, исходя из своих объективных интересов, будет сокращать численность рабочих. Но мы должны этому противопоставить, чтобы сохранить свои места, сохранить свой интерес, жизненно важный интерес. То есть, при растущей такой нагрузке, понимаете, что увеличивается время на переработке. То есть, что получается, что, допустим, коллектив, да, коллектив можно, допустим, раздробить, уволить, сократить, предложить, там разными способами выйти, там, на пенсию, да, как-то договориться с кем-то, вот, уволить, в конце концов, сократить. Вот, разные есть способы, да. И, если коллектив не участвует в профсоюзной борьбе, значит, не выдвигает требования за сокращение рабочего времени, то так и происходит, что вплоть до банкротства предприятий доходит, что капиталисты заинтересованы в прибыли. Прибыль можно получать не только, значит, создавая расширенное, да, производство, но и разрушая предприятия, банкротя предприятия. Тоже можно получить как бы деньги, да. Вот. Поэтому, вот, объективный интерес капиталиста такой, что, значит, ухудшать наше положение, ну, получается так, что нагрузка на тех, кто остается, да, увеличивается, а те, кто, как говорится, выбывают, да, из производственной деятельности, они остаются вообще ни с чем, как бы у разбитого корыта, и и беда-то еще в том, что в чем вот вся вся эта трагедия-то, что наступает это уже после того, когда человек это осознает, а может быть, даже не осознает, что когда уже предприятия там банкротят, и уже бороться поздно, и как говорится, когда ты уже уволен, уже поздно, как говорится, махайся это самое, да, кулаками, вот, и это хорошо, если человек поймет это после уволения, а может быть, и не поймет, что произошло, и почему это так произошло, так вот, таким образом, вот, это очень важная мысль, идея, которая заключается в том, что чтобы сохранить численность рабочего класса, необходимо бороться вот за за 6-ти часовой рабочий день, это сейчас очень самая самая важная задача, и поскольку нагрузка растет, вредности не снижаются, вот, и сокращение рабочего дня, оно будет как бы нашим ответом, вот, на те действия капиталистов, которое объективно, исходя из их интересов, да, да, то есть увеличивается рабочее время, вот, и без этой борьбы, да, за 6-ти часовой рабочий день, не будет и развития, как говорится, у нас в России, потому что, ну, потому что капиталист у нас такой, что он вышел, как говорится, из коммунистического способа производства, и не умеет, просто, он и не умеет, да, развивать его, он никогда этим не занимался, ну, это не значит, что у нас капитализм такой вот, как бы, неправильный, это нормальный капитализм, вот, такого другого у нас и не может быть, потому что есть такое мнение, что вроде как, вот у нас капитализм неправильный, да, вот, там на западе, там вот, правильный капитализм, да, у нас неправильный, да, он просто у нас отсталый, а какой он у нас мог бы быть другой, если он, если он, на основе своей, значит, на разрушении, да, как говорится, строит, строился, на разрушении крупного, крупного промышленного, машинного производства, и разрушение это происходит, и дальше, и сейчас оно происходит, и, вот, недавно выступал Михаил Васильевич, Попов, и озвучил такую цифру, что за эти годы, вот, годы, так называемого капитализма, да, российского, разрушено 72 тысячи предприятий, вот, только вдуматься в эти цифры, когда во время Великой Отечественной войны 32 тысячи предприятий было разрушено, понимаете, то есть, масштабы, масштабы этого разрушения они действительно еще не осознаются даже нами и обществом, в котором мы живем, то есть, возможно, мы еще дальше будем это понимать, да, что на самом деле происходит, вот, и противостоять этому разрушению может только организованные рабочие классы, на сегодняшний день другой силы, силы в обществе нету, не существует, просто, но кто, кто еще, кто, кто как не рабочие, может организоваться, поставить эти задачи, сложные задачи, но выполнить их необходимо, вот в данных условиях разрушения, от этого зависит, в общем, будущее, будущее, судьба, судьба России, и поэтому, дорогие товарищи, я вот хочу призвать к тому, чтобы этот вопрос, вот, рабочие, и те, кто считает себя сторонником рабочего класса, и понимает, что от развития рабочего класса все не зависит, развития всего общества, включать этот пункт о шестичасовом рабочем дне в коллективные договора, это позволит в процессе их написания, там, пропаганды, доносить эту идею до рабочих, то есть, в процессе обсуждения, да, там, коллективного договора, работы над коллективным договором, эта идея, она на самом деле еще не дошла до сознания массово, вот, то есть, ее еще, она требует, конечно, разработки пропаганды, разжевывания, то есть, в голове сознания, в общественном существует, мне кажется, такое, устоявшееся, да, вот это, 8 часов, что надо работать 8 часов, как будто это вот кто-то, богом данное, что ли, да, или откуда это вот, ну, в головах это сидит крепко, ну, потому что я работал всю жизнь 8 часов, мой отец работал 8 часов, ну, и люди, как-то это так закоксовалось уже в головах, что вот это надо, конечно, менять, вот, и убедительно показывают необходимость это вот теория, теория того, что капиталисты выжимают из научно-технического прогресса пользу для себя, да, но рабочему классу от этого вред, то есть, получается, что этот прогресс технический, он вредит рабочему классу, это недопустимо вообще, чтобы, чтобы, ну, это происходит без борьбы, понимаете, что самое, самое вот печальное, что постепенно, постепенно сдаются, как бы, наши позиции, и мы разучились это делать, бороться, разучились, и, конечно, рабочим нужна партия, чтобы осознать, осознать свои интересы, сегодняшний, на сегодняшний день другой партии, как рабочая партия России, ну, пока нет, не существует, вот, которая выступает за интересы рабочего класса, было бы здорово, если бы наши союзники как-то проявились в этом, мы только бы были бы рады, вот, но, пока, на сегодняшний день этого не происходит, что, на сегодняшний день маркером вот, интересов, то есть, ну, как бы, коммунистичности, да, если можно так сказать, вот, партии является, выдвигает ли эта партия или объединение лозунг о шестичасовом рабочем дне, вот, это главный, сейчас, коренной интерес, если партия выдвигает такой лозунг, значит, это наши люди, значит, они за интересы рабочего класса, в принципе, и все просто, вот, сегодня вот так вот стоит вопрос, ну, я не знаю, есть время еще, немножко, ну, в общем, ситуация такая, что, в общем-то, мы здесь много говорили, да, вот, об ухудшении, там, положении рабочих, и все мы это чувствуем на своей, шкуре, как говорится, ну, а может быть, еще и почувствуем, как некоторые уж ухудшения, они еще не осознаются, да, вот, кажется, пенсионный возраст, ну, вроде как, это, кому-то это вот уже близко, да, кому-то еще далеко молодежь еще, как бы, не осознает, но хотя, интерес тоже среди молодежи тоже большой к этому, потому что, вот этот удар, эта мера, которая сейчас вот, недавно, да, была принята нашим правительством буржуазным, очень непопулярная мера, это, конечно, ну, говорит о том, что, ну, они тоже, в общем-то, идут на такие, шаги, что, как бы, не от хорошей жизни, вот, и, в общем, эта ситуация показала, показала народу, и рабочим, то есть, люди уже разочаровались, то есть, в этом, и это очень хорошо, это на нашу, ну, хорошо в плане, что осознание, да, работает на, на мозге, как бы, прочищает, почищает мозги, это нам, нам в плюс, конечно, идет, вот, и что, что нужно делать, да, практически, то есть, в первую очередь, это, конечно, прекратить переработки, вот это, при, при такой ситуации, да, что, в условиях сокращения рабочих мест, значит, люди, которые работают сверхурочно, они действуют против интересов рабочего класса, мало того, что они против своих интересов, да, коренных выступают, не понимая, что, выходя сверхурочно, они ухудшают свое здоровье, что, ну, в таких условиях, как бы, да, у постоянного увеличения рабочего времени, продолжительности стажа рабочего, они просто не доживут до этой самой, до пенсии, и зачем они отчисляют тогда эти деньги, да, ну, пенсионные фонды, выходя сверхурочно, непонятно, вот, и, короче, короче говоря, это, это, это надо, при, короче, заклеймить, вот это, вот это, практику, практику выхода сверхурочно, с этим надо бороться, потому что, выходя, двое выходящих, вечером, да, и в субботу, они, лишают возможности, работать своего товарища, третьего, да, ну, потому что, если человек 4 часа в день работает сверхурочно, то, значит, он, капиталист, как говорится, ему спасибо скажет, да, а третьего попросит, как говорится, такая ситуация, ну, и борьба за улучшение условий жизни, там, приближение зарплаты к стоимости рабочей силы, это все невозможно без освобождения свободного времени, ну, когда этим заниматься, если люди работают все время, там, семья, быт, как говорится, дети у кого там, ну, после работы, после 8 часов, никого не загонишь, уже на собрание, то есть, это, первый вопрос для освобождения свободного времени, это вот вопрос о 6-часовом работе, в рабочем дне, так что, дорогие товарищи, вот, это этот вопрос, главный на повестке дня, и он, главный, по своей сути, он отражает, самый главный коренной интерес рабочего класса, и, поставив его, доведя его до, как говорится, до действительности, мы тем самым, вот, потянем за это звено, которое включает в себя все самые-самые улучшения, да, вот, улучшения рабочего, положения рабочего класса, вот, так что, это нужно сделать, нужно включать, ну, мы понимаем, что добиться его реализации без забастовки, вряд ли получится, вот, ну, и забастовочная борьба, это, в общем-то, такое мероприятие, которое улучшает, улучшает многие, многие положения, и в конце концов, и советская власть выросла из забастовочной борьбы, и другой, как говорится, власти другого пути мы не знаем, его нету, вот, для завоевания власти рабочим классом, вот, и на этом, наверное, я закончу свое выступление, вот, спасибо за внимание, спасибо, для садоклада приглашать, товарищ Кугейко, здравствуйте, дорогие товарищи, я Кугейко Антон Сергеевич, рабочий, компания Автобаз, город Пярму, Эстония, водитель грузовика, я хочу, так же, как присоединиться, Дмитрию Шилову, что, поблагодарить всех, участников, этого мероприятия, поблагодарить за борьбу, и, благодарить Дмитрию Шилович за то, что он дал такой вот широкий обзор вот этой проблемы, и вот тоже на некоторые мысли меня навело, то, что я вот из своей практики тоже замечаю, что вот он сказал, что может быть, это и молодых ребят тоже касается, кто думает, что вот на Западе или в Европе, вот так как я работаю и постоянно бываю в тех местах, что там больше свободного времени у рабочего, абсолютно не так, то есть там его не больше, вкалывают так же, как и мы, еще и побольше вкалывают, поэтому, может быть там, на первый взгляд кажется, какая-то картинка такая привлекательная, а на самом деле, а если в Америку посмотреть, вот по своей профессии, а там еще больше, вот если водителей это касается, то там, судя по режиму труда и отдыха, в них продолжительность рабочего дня, и она и побольше, чем в Европе, побольше, чем в Европе, так что, нельзя сказать, так что, там какие-то вот, такие перспективы, которыми можно мечтать и жить, вот пока здесь мы эти проблемы не решаем, и на Европе хватает нашего брата, нашего соотечественника, который вкалывает не меньше нашего, поэтому все это иллюзия, я считаю, ее из головы-то нужно выбросить, вот, и, конечно, важно здесь это, как теоретически человек к этому вопросу подходит, не ограничиваясь, конечно, теорией, потому что без действия мы эту теорию утвердить не можем, но теория все-таки важна, так вот на прошлом заседании товарищ Золотов сформулировал цель коллективной профсоюзной борьбы, и вот какая-то оживленная такая дискуссия, может быть, которая во что-то лишнее стала переходить, она сразу так концентрировалась, и я вот еще раз хочу напомнить, что цель профсоюзной борьбы, это обеспечение материального благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, и вот свобода здесь, она ведь не просто для красоты, вот это слово здесь употребляется, а как понятие, что свобода это господство над обстоятельствами, со знанием дела, вот чтобы понимать наши цели, мы должны уметь выражать их в понятиях, иначе вот та определенность, которая соединяет научный социализм с рабочим движением, она нас не разделяет от всяких идеализмов, которыми мы отвлекаемся часто, и они нас постоянно окружают, и сознательность наша тонет в этих идеализмах. Вот в конечном счете я хочу сказать, что марксистские определения нужно, ну можно так сказать, знать наизусть, не то что себя этим ограничить, знанием наизусть, то есть, конечно, нельзя о себе этим ограничить, это и будет неправильно, но для того, чтобы материалистически истолковую диалектику Гегеля, которую необходимо штудировать, чтобы понимать, что из чего вытекает, и уметь различать позитивные и негативные тенденции. Иначе у нас, иначе у нас невозможно просто будет бороться с реакцией, и понимать, что у нас действительно авангард. И исторически у нас есть опыт, как отказ от диктатуры пролетариата запустил тенденцию становления буржуазного класса и капитализма в Советском Союзе. И можно сказать, что вот этот теоретический вопрос, он напрямую от шестичасового рабочего дня касается, что не касается, как не касается. Начало — это неразвитый результат, если мы сразу начинаем так бездумно действовать, но и она ей долго действий не будет разворачиваться, она недалеко идущая действия. Поэтому это обязательно, не нужно об этом забывать. И за свободу мы, и за шестичасовой мы боремся, для того, чтобы получить свободное время, которое нас развивает и не останавливает на этом достижении. Вот мы его получили, и потом сели, и ждём, когда на нас опять кто-то нападёт. Если уж мы этот шаг делаем, то надо продолжать дальше, и с нарастающими оборотами. Для этого каждый день-то мы и стараемся, чтобы из каждого, изо дня в день получить вот эту возможность развиваться. Потому что это ведь накапливается. Так же, как усталость накапливается, так же, как болезни наши накапливаются, потом которые мешают нам развиваться. А для чего ещё человек живёт? Ведь для этого ведь мы и живём, что мы живём... Ну, мы живём, конечно, иллюзиями, что нас ждёт какая-то перспектива, где мы ляжем и плашмя будем лежать, отдыхать, там, наверное. Ну, нам это может понравиться, я не знаю. Ну, так же, в таких же иллюзиях мы живём. Но на самом деле, это какая жизнь? Действительность, она, нужно же бороться. Бороться за 6-часовой рабочий день нужно бороться. Почему? Потому что это время, свободное время, где мы можем господствовать над обстоятельствами. И по поводу забастовки. Забастовка ведь это не какой-то просто попытка там где-то пересидеть кого-то или показать, как мне больно, чтобы кто-то посочувствовал. Это время, свободное для нас. То есть, это условие, где мы можем время свободное получить. То есть, точнее, это не само время, а вот это условие, забастовка. Почему? Потому что произвольно как-то мы 6-часовой рабочий день установить не можем. Произвольно. Прийти, а вот в рамках забастовки, забастовки, если все этапы пройти, и вот этими формальностями себя пугать сильно не нужно. Вот Михаил Васильевич постоянно об этом говорит. Рассуждает на тему этих формальностей. Они там есть. Но для любого действия, куда бы мы ни пошли, мы сталкиваемся с государством, вообще с обществом, везде нужно какие-то формальности соблюсти. Их, наверное, не так много. Просто нужно, в конце концов, хоть смелости набраться, действовать. Конечно, все это касается в большей степени крупных предприятий. В большей степени. А если уж они распадаются, то мы уже потом попадаем в какую-то реакцию. Там уже в мелких предприятиях, конечно, сложнее. Конечно, больше всего хочется сказать тем товарищам, которые на крупных предприятиях работают, чтобы, если уж они это видео смотрят, конечно, получайте корреспонденцию, обращайте внимание на этот вопрос, то, конечно, вы уже неравнодушный человек к этому действию. Можно так сказать, что вот не хотят слушать рабочие, но не хотят, да, не хотят, но значит, не такими большими кусками, делите как-нибудь по частям, если не влазит. Ну, потому что надо же как-то все равно продвигать идею борьбы. Иначе ничего хорошего до нас не ждет, мы все это видим, с каждым годом положение все усугубляется. И единственная возможность – это забастовочная борьба. И шестичасовой рабочий день – это и в рамках забастовочной борьбы, когда есть инструмент. А какой у нас может быть инструмент? Это коллективный договор у нас инструмент. Почему? Потому что мы же не можем с представителем капиталиста, значит, ну, мы можем, конечно, поговорить с ними, они какое-то сочувствие проявят, видимое, но на самом деле у них цель-то одна, мы же знаем, что это… какая цель у капитала? Мы все ее прекрасно знаем, что прибыль, прибыль. Поэтому мало ли что они там говорят. И только с помощью коллективного договора этот диалог может быть у нас. Вот так, больше по-другому никак. И шестичасовое рабочее день, он и как требование, значит, в коллективном договоре устанавливается, и как действие, потому что, в конце концов, мы явочным порядком его должны установить. В явочном порядке. Никто же его не установит, а явочным порядком, если мы его устанавливаем, это все наше время. Опять-таки, это время мы можем использовать для борьбы. Но об этом многое говорится постоянно, и я думаю, что в конце концов, мы к этому придем все равно. И те, кто придут, в первую очередь, особенно это крупное предприятие касается, это будут герои, история которых запомнит, точно запомнит. Вот. Такая вот ситуация. И в конце я бы хотел историю такую рассказать, со мной бы произошла, может быть, она вульгарно, кажется, покажется, я уж хочу извиниться, но я, мне кажется, она так же не характеризует. Вот я на днях записал, в поликлинику на прием, к проктологу, в общем. Я водителем работаю, может быть, догадайтесь, какая проблема, профессиональная. Ну что сказать, мы же люди все, рабочие, все касаются это. Вот пришел, значит, к врачу, говорит, что вот у вас там все, почти последняя стадия, надо срочно делать операцию. Операции дорогая, конечно, дорогая. 80 тысяч плюс еще там реабилитация, непонятно сколько. Для рабочего это тяжело. Тяжело потянуть такую ношу. И вот, я сразу обратно говорю, а у меня, говорит, опыт 38 лет, 38 лет, и лучшего места, лучшего места вы не найдете, не найдете. Вот я, значит, вышел из этой поликлиники, иду и думаю, я в этом, товарищи, геморроя жить не хочу. Если вы, товарищи, тоже не хотите, то давайте начинать организовываться и бороться. Спасибо за внимание. Выступить хотели, да? Пожалуйста. Бобин Григорий Вячеславович, врач скорой помощи из Санкт-Петербурга. Не смогу так же красиво говорить, как рабочие из Эстонии, но расскажу про 6-часовой рабочий день, что касается медицинских работников. Итак, рабочие понятно, но, в принципе, есть рабочие, есть работники. Скажу, что от лица работников, что нас это касается, в первую очередь, именно медицинских работников, это сокращение рабочего дня до 6 часов. Ну, в перерасчете на разные сутки, и тому подобное, но, в принципе, сокращение рабочего дня. Мне очень, меня зацепило выступление Золотова, когда он здесь, на берегу Нижнего Нового, рассказывал, именно пересчитывал часы, и в кафе, наверное, тут где-то, часы, именно на рабочий год, на рабочий стаж, вообще на жизнь. И я решил это просчитать именно для медицинских работников, именно для медицинских работников. у нас складывается такая ситуация, что в сфере медицины зарплаты очень низкие, и вместо того, чтобы повышать зарплату, нам разрешают даже на вредных работах работать на полторы ставки. И, в принципе, нету таких медицинских работников, которые работали чисто бы на ставку, всегда. Именно полторы, это обычная норма для медицинских работников, что для дневных, что для суточных работ. И вот я пересчитал это все дело на часы в год, получается, если на западе работают, ну, там показываются, там, Германия, Германия, допустим, Италия, там показываются в районе от, ну, где-то в районе полутора тысяч, полутора тысяч часов в год, там, 1600, у кого-то там, 1800, то я посчитал, для медиков России, вот для медиков на полторы ставки мы работаем 2500-2006, 600 часов. И если за трудовую жизнь у работников на Западе получается по их статистике 75 тысяч часов, то для работников медицины за трудовую жизнь это выливается в 100 тысяч часов, в 110 тысяч часов. Скажу вам по секрету, что у меня есть люди, которые работают на три ставки, на три ставки, на двух работах, на трех. То есть, в Санкт-Петербурге есть и такие индивидуумы, которые могут работать 24 суток, ну, в месяц. То есть, всего 6 выходных себе они каким-то образом делают. И для нас, для медицинских работников, это первоочередное. То есть, вот, например, год назад некий профессор Двойников заявил, что медицинские сёстры операционные умирают до 50 лет чаще, чем другие категории работников. Понимаете, речь идёт даже не о том, чтобы они дотягивали до пенсии. Дело в том, что они просто, вот, медицинские работники в связи с такими сверхнагрузками умирают. При этом, как бы, те же самые исследования говорят, что медицинская сфера это самая стрессовая работа. Она связана с тем, что мы отвечаем не за краны там, да, которые может прорваться и затопил этаж всё это поправимо. А за человеческие жизни мы реально за это очень сильно переживаем. Ну и, соответственно, что делает наше дорогое правительство, чтобы, ну, чтобы именно медики работали как можно больше. То есть, количество медиков сокращается. То есть, ни для кого это не секрет, все ходят в поликлиники, все живут в нашей стране и видят, что закрываются медицинские пункты. Они закрываются в том числе и потому, что там нет медицинских работников. Даже если вы сейчас создадите условия в отдалённых населённых пунктах, пунктах нормальные, к вам туда никто не приедет, потому что медицинских работников просто на это нет. Соответственно, правительство предлагает такие мероприятия, как разрешить работать на вредных условиях, брать, дорабатывать, допустим, на 0-5 ставки. То есть, по Трудовому кодексу это запрещено. А выходит отдельное постановление, что при определённых каких-то там обстоятельствах можно ещё как бы на вредном рабочем месте поработать ещё полставки. Соответственно, медики работают очень много и возникает следующая вот такая ситуация. То есть, по большому счёту, если медик работает на полторы ставки вот в этих тяжёлых условиях, у него нету времени на восстановление вообще. При этом от нас правительство хочет, ну и вообще медицинское сообщество, а также граждане, все хотят, чтобы медик был такой вот умный, подготовленный и тому подобное, чтобы он был в курсе последних новинок и был очень квалифицированным. Но при этом сама постановка вопроса, когда медик работает по 240 часов в месяц минимум, не подразумевает того, что не остаётся именно времени даже на учёбу. Мало того, что это убивается медик сам по себе, работая сверхурочно, ну и плюс у нас нету совершенно времени для того, чтобы заняться, как уже сказал товарищ из Эстонии, вот этим вот саморазвитием, то есть у нас нету свободного времени для всестороннего развития. Но сами понимаете, если человек пришёл суток и, ну вот, по молодости ещё более-менее было, а вот этот возраст, когда 40 проходит, то уже приходишь и просто ложишься плашмя и вот этот день следующий это просто на восстановление. Потом день, ну надо ещё, наверное, что-то поделать, не только же работы бывает, наверное, ещё что-то есть. И вот этот день проходит, а на следующий день опять надо идти. Ну а те, кто работает некоторые на две ставки или на ставку 75, вообще практически не остаётся времени даже вздохнуть, не то, что там телевизор посмотреть. Поэтому для медиков это очень важно. и вот я возглавляю первичную профсоюзную организацию такого независимого профсоюза действия. И вот профсоюз действий сейчас разворачивает борьбу именно за то, чтобы снижать количество часов, приближать именно к нормальным понятиям. То есть сейчас мы пытаемся донести до медицинских работников, что на полторы ставки работать и это просто не дожить до пенсии. Вот этого донести до работников невозможно. Ну, то есть мы доносим, но люди нас на данный момент не понимают. Но при этом всё равно мы ведём борьбу за сокращение рабочего дня. Мы медицинские работники, как и все рабочие, ну и вообще все работники попали под такую систему, как специальная оценка условий труда. И не разбираясь в этом, то есть рядовой сотрудник, не поднимая головы, не может ещё следить за какой-то соуд, какая разница аттестации, кто-то там проводит, что. Это для нас просто идёт каким-то ровным фоном и нас это вообще никак не задевает. Вообще наши мозги проходят вот просто, ну, мы стерильны по поводу вот этого соуд. И вот сейчас непосредственно на моём предприятии, в моей поликлинике, только сейчас и то с моей же подачи, люди сообразили, а что же это такое, почему же у нас сократили вредность, снизили вредность, то есть во многих лечебных учреждениях вредность снизили с 3.3 до 3.2 иногда и 3.1. Ну, может быть, для многих это пустой звук, но общий момент следующий, то есть вредность 3.3 это подразумевает под собой вредные условия труда, и там же есть такой момент, как, если это вредность, то сокращение рабочей недели до 36 часов, это очень много, понимаете, 36 часов, работать не 40, а 36 часов, кажется, ну, что это такое, ерунда, я посчитал, привел им эти цифры, то есть вот сейчас нам повысили пенсионный возраст мужчинам и женщинам на 5 лет, получается, если мы, это зависит только от нас, от нашего коллективного договора, если сейчас мы сокращаем себе рабочий рабочий день до 36 часов, то 40 мы, ну, там, у кого-то 39 часов, у кого-то 40, с 39 часов это 3 часа в неделю, всего мы работаем 50 недель в год, то есть 3 умножить на 50 получается уже 150 часов, 150 часов в пересчете это обычный месяц, ну, то есть месяц может быть 144, 168 часов рабочих, соответственно, это каждый год мы экономим целый месяц, в перерасчете на трудовую жизнь это получается 3,5 года, то есть только что у нас отняли 5 лет до пенсии, но при этом мы своими силами, то есть коллективными действиями, борясь за пересмотр соут, мы можем сами себе по этим документам, которые нам втюхало буржуазное государство, сократить себе рабочий день, рабочую неделю до 3 часов, это зависит только от нас, вот этого многие не понимают, это просто, вот я еще раз говорю, просто непонимание, потому что до нас это не доводит, как на моем предприятии произошло вот это снижение, вышел заведующий, говорит, значит так, вот тут, вот тут, вот, и в принципе ничего, вы ничего не заметите, и мы ничего не заметили, но кто-то там считает, как это все считается, для большинства свой зарплатный листочек получает, не понимает, что там за цифры, и что это за аббревиатура, вот так вот этим фоном прошло, но я вот на этом предприятии не работал, соответственно, в своей поликлинике тогда, я вот именно это расспросил, мне было интересно, ну а как вас продавили, а вот так, ну вот, сказали, ничего не меняется, там на тот момент было то, что сохранили отпуск 14 суток, ну дополнительная за вредность, но сейчас в соседней поликлинике коллектив отстранился от борьбы за коллективный договор, для них тоже коллективный договор ничего не значит, пустой звук, им снизили именно отпуск за вредность с 14 до 8 дней, то есть сейчас конкретно это происходит в Санкт-Петербурге, люди отстраняются от заключения коллективного договора, и это ведет вот как раз вот к таким вот результатам. Еще раз говорю, для нас, для медицинских работников, очень важно сокращение рабочего дня до 36 часов, вообще сокращение рабочего дня до 6 часов, для нас это нужно, понимаете, у нас, еще раз говорю, у нас нет времени для саморазвития, у нас некогда нам вникать в какие-то новые технологии, и это будет зависеть, отражаться также на здоровье населения, когда врач, ну, понимаю, леча так, как его учили там 20-30 лет в академии, то есть то, что закрепилось очень хорошо в молодости, продолжает лечить до сих пор. Нам нужно это время для саморазвития, и второй момент, нам надо это время, чтобы выжить. Спасибо. Здравствуйте. 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 Рабочий из Самары, слесаремонтник, Илья Павел Юрьевич. Хотел сказать тоже пару слов по поводу 6-часового рабочего дня. Сегодня вопрос стоит, на самом деле, коренным образом. Я представитель рабочей молодежи, мне 25 лет, и для нас, для молодых, на самом деле, вот то, что происходит сегодня в стране, это очень серьезно отражается, поскольку и повышение пенсионного возраста в дальнейшем, то есть мы как раз таки попадем на тот период, когда мы по максималке возьмем, захлебнемся этим возрастом. 6-часовой рабочий день нужен, его нужно продвигать. Здесь сказали про молодежь, вот нужно браться за молодежь, то есть молодежь – наше будущее. Если мы сейчас не будем вкладывать вот эти мысли 6-часового рабочего дня в трудящийся молодежь, у нас не будет потом выхода. То есть мы все уходим, мы стареем, преобразуемся в другое что-то, материя, она не уничтожима, но тем не менее. Поэтому нам нужно заниматься, работать с молодежью, вкладывать в нее мысль о 6-часовом рабочем дне, вкладывать нужно через СМИ. Какие? Ну, нас на телевидении не пускают, это рабочим слово не дают. Давай через интернет. Там свобода слова вроде как еще пока что. Поэтому нужно создавать, возможно, каналы, возможно, индивидуальные каналы, продвигать вопросы о 6-часовом рабочем дне, приглашать рабочих с предприятий на какие-либо возможные передачи, там, вон, Попов, там, не знаю, Климжуков, чтобы можно было, чтобы рабочие сами с предприятий, не просто кто-то, а рабочие с предприятий говорили о снижении рабочего времени. И вот тогда молодежь будет задумываться, почему, да, старшее поколение от предприятия говорит о 6-часовом рабочем дне. Нужно работать с молодежью, то есть нужно агитировать ее в этом направлении. А это, конечно же, обучение. То есть нужно сейчас во всех вот направлениях говорить о 6-часовом рабочем дне. Это непросто. И молодежь сейчас занимается другими вопросами во многом. Да, особенно не трудящаяся, она вообще занимается вопросами, там, как там сходить в кино или что-то еще другое сделать. Вот. Ну, нужно заниматься трудящейся молодежью, поскольку из трудящейся молодежи потом выходит будущий рабочий, которые будут на предприятии работать и которые будут создавать то, что капиталист использует для себя. Вот поэтому с молодежью нужно работать очень серьезно. И чтобы не быть в обозе третьего разряда, нужно бороться. Спасибо. Приветствую всех. Представляете. Я являюсь членом коммунистической партии ВКПБ, руководителем которой является Нинандиев. В настоящий момент я являюсь рабочим и хотел бы поделиться с другими рабочими своим мнением. Ну, во-первых, Вячеслав Бордецкий. Во-первых, насколько я помню, фонд рабочей академии раньше говорил не просто сокращение рабочего дня, а сокращение рабочего дня, чтобы заработная плата оставалась сохранением. То есть вот просто голосовать за сокращение рабочего дня я бы не хотел, потому что заработная плата уменьшится, а вот сокращение рабочего дня и чтобы реальное содержание заработной платы осталось на месяц, вот за это я бы проголосовал. Так, второе. Я считаю, что, конечно, нужно создавать профсоюзы, нужно бороться за трудовые коллективы, но нельзя этим ограничиваться. То есть мы не только должны за свой трудовой коллектив побороться, а на остальных рабочих, так сказать, махнуть в руку. Мы должны проявлять солидарность, поддерживать рабочих в любых протестах. Не по принципу «каждый сам за себя», а по принципу «один за всех и все за одного». И второе. Я считаю, что рабочие не должны ограничиваться узкими экономическими требованиями, оставить себе далеко идущие политические задачи. Высшим законодательным органом в стране должен быть не буржуазный парламент, который действует в интересах буржуазии, общественного класса нетрудящихся. Высшим законодательным органом в стране должен быть совет трудящихся, который действует в интересах тех, кто трудится. Поэтому мы должны создавать не только профсоюзы, но и просто союзы, союзы трудящихся, вступать в уже существующие экономистические партии или создавать свою. Всем спасибо за внимание. Спасибо. Иванек Артем Сергеевич, город Электросталь, Московская организация Рабочей партии России. Я представляю молодежь завода Электросталь металлургического, работаю в Центральной Советской Лаборатории. И к нам, как к инженерам, отношение рабочих такое. Приходим мы в цех, говорят, здравствуйте, наука. Поэтому моя задача не только металлургии нести науку в цеха, но в том числе и науку нашу, марксизм. И в том числе про шестичасовый рабочий день я хотел бы рассказать о том, как на нашем заводе организована работа именно пропагандистская. Молодежи у нас действительно очень много, поэтому мне с ними общаться никакого труда не составляет. Я хотел бы сказать о том, что вот здесь есть книга, называется «Марксизм. Борьба за социальный прогресс». На 90-й странице этой книги есть замечательная статья товарища Кучука, которая называется «Оценка степени эксплуатации труда в России методом МАКС». Буквально перед поездкой на Российский комитет рабочих я принес эту книжку к себе в отдел, в лабораторию, и дал почитать ребятам эту статью. Вот. Ребята мои, культурное слово-то подобрать, ну, выпали в шок, потому что то, что написано там, та степень эксплуатации на предприятиях металлургических в нашей стране, она равна 400%, 500%, а на рисках никеля даже 700%. Говорит о том, что та часть рабочего времени, которую рабочие затрачивают на выработку своей зарплаты, она где-то составляет даже около, ну, чуть-чуть больше часа. А все остальное время, которое рабочие работают, это производство прибавочной стоимости. И поэтому, когда мы приходим к проходным предприятиям, раздаем наши газеты за рабочее дело, народные правды, правду труда, у нас, конечно, мало времени именно на общение с рабочими и на прояснение той ситуации, которая происходит. А уже на рабочих местах, когда мы общаемся и рассказываем о оценке степени эксплуатации, и человек понимает, что, собственно, его зарплата вырабатывается за час, а все остальное – это то, что он работает на работодателя, и работодатель присваивает его труд, человек абсолютно иначе начинает все это дело воспринимать и начинает с нами соглашаться. То есть не то, что мы говорим какой-то абстракции, шестичасовом рабочем дне, а то, что это действительно дело серьезное, и необходимо заниматься профсоюзной борьбой. Также хотелось бы пояснить, что у нас сейчас на заводе «Электросталь» работает профсоюз, который относится к горно-метургическому профсоюзу России. Этот профсоюз входит, в свою очередь, в Федерацию независимых профсоюзов России. Мы знаем, кто возглавляет эту организацию, член Единой партии России. Скажем прямо, мне, в общем-то, по большому счету, бояться нечего говорить об этом, то, что этот профсоюз желтый, прямо говорю. Председатель профсоюза нашего входит в Совет директоров. Сами понимаете, чью позицию он отстаивает в профсоюзной вот этой борьбе. Вот у нас была четырехдневка осенью, мы все потеряли пятую часть зарплаты. Профсоюз никак не отреагировал на это. Сейчас у нас сокращения продолжаются. Приказ на сокращение подписывает председатель. Там написано с учетом мотивированного мнения профсоюза, правкома. То есть никак работа эта не организована. И самое страшное, я хотел бы заметить, у нас на заводе 5000 человек, процент профсоюзного членства 97, и из этих 97% мало кто знает, что такое коллективный договор. И никто не знает, где его достать, ни в электронном виде, и ни в бумажном. Поэтому, приходя в цех к рабочим, приходится в прямом смысле открывать глаза. И рассказывая про действующий коллективный договор, мы плавно переходим к тому коллективному договору, который мы совместно с фондом рабочей академии составили, прогрессивный. И потихонечку работаем над сбором нашей команды, над сбором актива, ненамышленников, кто будет этот коллективный договор в будущем отстаивать, в коллективной профсоюзной борьбе. Поэтому, хотелось бы еще раз напомнить, вот в этой книге очень хороший конек и козырь в общении. Это оценка степени эксплуатации. Для каждого предприятия, открытого акционерного общества, публичного, это можно рассчитать самостоятельно, залезть на сайт предприятия, открыть булгарскую отчетность, и все это самому просчитать. Поэтому, каждый это может сделать сам. А у кого есть трудности, может обращаться к нашим научным консультантам за помощью и получить консультацию. Спасибо. Послушал я доклад товарища Шилова и остальных. Доклады очень хорошие. Да, Кузнецов, город Санкт-Петербург, ЛП-технология, токарь по профессии. Очень хорошие доклады. Видно, что сделаны доклады именно рабочими людьми, которые знают все, так сказать, изнутри, все прекрасно, значит, понимают. Ну, мы люди рабочие, поэтому мы понимаем друг друга с полуслова. То, что происходит на каком-то предприятии, сейчас это происходит везде. Ну, порадовало, что, смотрю, молодежь тут выходит, такая активная, так сказать, начинает интересоваться борьбой и так далее. Потому что, на мой взгляд, то, что происходит сейчас в стране, почему так вот легко нас рабочий класс побеждают, почему он так легко отступает, потому что, в основном, рабочие, то у нас, в основном, примерно моего возраста, уже возраста предпенсионного, и люди, они, в общем-то, борьбой заниматься, как правило, не хотят. Ну, считают, что вот, мы уже свое отжили, вот и все. Да, так вот, я хочу к докладу товарища Шилова вернуться. Он сказал, что, так сказать, все коммунистические партии должны бороться за шестичасовой рабочий день. Ну, вот давайте подумаем. Вот, ну, добились мы шестичасового рабочего дня, вот эти компартии. Дальше они добились четырехчасового рабочего, потом двухчасового рабочего дня, да? без изменения системы в стране. Скажите, пожалуйста, эксплуатация осталась в стране или нет? По-моему, эксплуатация останется. Поэтому коммунистические партии должны бороться, конечно, это очень важно, это важная составляющая рабочей борьбы. Должны бороться за сокращение рабочего времени, они должны бороться за повышение заработной платы, но основная задача коммунистических партий – это объяснить рабочему классу, что он должен завоевать, так сказать, политическое и мировое господство. Он должен уничтожить эксплуатацию, которая существует на земном шаре. Вот это все, что я хотел сказать вам. Спасибо. Здравствуйте, товарищи! Горбузкин Сергей, электромонтер, город Электросталь. Значит, по поводу шестичасового рабочего дня хотел сказать, вот я живу в городе Электросталь также, и, ну, в принципе, ситуация в нашем городе, она, ну, не только в нашем городе, в принципе, вся Московская область, все города, вот, очень похожая ситуация. С утра очень много людей ездит на работу в Москву. То есть, я вот вижу на электричках, электрички набиваются битком. С Ногинска, вот у нас Захарова, Ногинск, Электросталь, дальше электрички едят, электроуголь, железнодорожный, Москву, и электрички битком. С утра в 7 часов утра, ну, начиная даже с полседьмого, там, до 8 часов, электрички едут битком в Москву, то есть, люди едут, и это, в принципе, можно, любой город под Москвой взять, ближайшего, 50 километров от Москвы, электрички битком набиваются, едут все в Москву работать. В 7 часов утра люди уезжают, и возвращаются на электричках в 8-9 часов. То есть, они в Москве работают 8 часов, у них либо с 8 до 5, либо с 9 до 6, либо с 10 до 7 часов рабочий день, то есть, 8 часов. Но они уезжают в 7, возвращаются в 9. Так у них какой рабочий день? 8 часов или 13-14 часов? И вот это время на дорогу никто не учитывает. От электростали до Москвы час, час 10 ехать, плюс надо до станции доехать, потом от станции, от Курского вокзала или от Серпомолота доехать до работы. То есть, 13-14 часов рабочий день у людей в выходе электростали, вот кто ездит в Москву, а никак не 8. И это рабочее время, оно нигде не учитывается. В официальной статистике никто об этом как-то замалчивает, что такое рабочий день у людей. А почему? У нас крупный промышленный город, у нас большое число крупных промышленных предприятий, машиностроительный завод, там 5 тысяч человек работает, завод электросталь, тоже там около 5 тысяч работает. но там, на этих заводах сокращается число людей, а эти люди оттуда уходят, а куда они идут? Вот они едут в Москву по 14 часов, работая таким вот образом. Когда вот завод, электростальский химико-механический завод, там моя бабушка работала, сейчас там работает меньше 1000 человек, а когда она работала, в ее молодость, когда она там работала, это 70-е там годы, там работало 5000 человек, вот эти 4000 человек, которые там уже не работают, вот эти 4000 человек набиваются в электричке с утра битком и едут в Москву, и также из Москвы битком набиваются, в тамбуре все стоят, и шутки в интернете, что можно ноги поджать в тамбуре, и таким образом ехать всю дорогу, отдыхая, в кавычках. Вот, и у нас, например, в Ногинске такая же ситуация, то есть там Захарова, конечная остановка в Ногинске, там тоже люди битком набиваются, и вот пришел новый мэр в Ногинск, и какое у него предложение? У него предложение экспресс пустить из Ногинска, из Захарова до Москвы экспресс, чтобы он ехал с минимальным количеством остановок, быстрее, во-первых, а минимальное количество остановок, потому что в Ногинске и так битком набивается, смысл останавливаться, все едут в Москву, по пути никого не взять, потому что никто не влезет. То есть предложение власти не чтобы создавать рабочие места в Ногинске, чтобы люди там работали и не ездили никуда, в Москву, тратя огромное количество времени на дорогу, а экспресс пустить. Вот этим власть занимается у нас. И в Ногинске очень много было крупных промышленных предприятий, завод резинотехнических изделий, литейный и металлургический завод, было даже опытное производство какого-то научно-исследовательского института, где оборудование было единственное в стране, и для оборонной промышленности этого всего нет. Завод резинотехнических изделий, там все в аренде под склады, под частные предприятия, он не работает. Литейный завод, он тоже там наладом дышит. И крупного производства в Ногинске нет. Оно все уничтожено. И куда люди делись? Они никуда не делись. Они вот набиваются электрички и едут также в Москву. Поэтому рабочий день у них просто огромный. И, по-моему, очень актуально для них сокращение рабочего дня, чтобы они приезжали не в 8 часов, а хотя бы в 6. Потому что в 8 часов и магазины все закрываются, все учреждения закрываются, никуда нельзя попасть. Чтобы записаться к врачу, куда-то попаясь в какие-то государственные учреждения, люди просто не могут, у них нет возможности. Если они в 8 часов поезжают на станцию, куда они пойдут? О какой учебе может быть речь? Как они могут проверить домашнее задание у детей? Детям уже спать надо, а человек только приехал с работы. Поэтому этот вопрос о сокращении рабочего времени, он очень актуальный. И для всех актуальный, и для всей Московской области, и для всех городов. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Золотов Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, консультант Российского комитета рабочих. Уважаемые товарищи, вот мы сегодня наблюдаем очень интересную картину. Значит, выступают рабочие, которые, ну, уже оказались на высоте теории. То есть, они теоретически забирают, на какие закономерности надо опираться в этой борьбе за 64-го рабочий день. И они, видно, что в этом разбираются. То есть, мы наблюдаем такую картину, когда, вот, передовые рабочие, а я думаю, что никто не сомневается здесь, и вот это не высказано. Я могу им все основания сказать об этом присутствующем. Вот передовые рабочие России, вот, овладели, или овладевают теорией, которая позволяет научно разобраться в происходящем. Ну, и это уже новое совершенно качество. И такие рабочие могут убедить и объяснить, потому что, если ты сам не понимаешь, как ты можешь объяснить и убедить другого человека. Вот такие рабочие могут объяснить и убедить людей, что 6-часовой рабочий день – это неблагое пожелание, что это необходимость. И вот все, по-моему, в этом убедились сегодня. Но, тем не менее, я думаю, что, как представитель теории, я все-таки на некоторые моменты теоретически хотел бы обратить внимание, чтобы вот наше единство теоретической практической идеи, которые дают истину, было еще прочнее. Но я хотел бы отметить, что, конечно, если говорить о формулировках, то не научно-технический прогресс вредит рабочему классу. Я совершенно уверен, что Дмитрий Ильич это имел в виду. Что вредит капиталистическое использование его. Что капиталисты из научно-технического прогресса выжимают прибыль. А рабочие должны выжимать улучшение своего положения. Вот в форме сокращения рабочего времени и повышения реального содержания заработной платы. То есть это вопрос борьбы. Чтобы мы ни в коем случае не настроили рабочих на то, чтобы они всеми силами препятствовали научно-техническому прогрессу. Да, препятствовали внедрению новой технологии, нового оборудования. Мы только за. Мы наоборот все время здесь критикуем капиталистов за то, что они расхищают средства, предназначенные для обновления производства. Вот за это мы критикуем. Так мы, давайте последовательно быть, мы и приветствуем это дело. Но боремся за то, чтобы использовать это в интересах рабочего класса. Далее. Ну вот интересный вопрос о том, какой же все-таки рабочий день у тех, кто едет 2 часа туда и 2 часа оттуда. Отвечаю, рабочий день 8 часов. Вот время, связанное с работой, 13 часов. Да? То есть оно вроде бы и не рабочее, но оно точно не свободное. Вот я хочу сказать, Сергей Александрович, сейчас с вами соглашусь. Это не свободное время. Тем более, если раньше вы могли бы ехать там и читать, еще как-то вот подтянуть по свободное время. Или что-то слушать, да, в нормальной сиди, в электричке можно почитать и послушать. То есть сейчас, если вот можно висеть там для запора на собственные ноги, то это уже точно не свободное время, это вот время, которое просто расхищается. Ну а кто сказал, что капиталисты будут заботиться о том, чтобы ваше нерабочее время служило для вашего свободного развития? Да не будут они об этом заботиться. Это с одной стороны. А с другой стороны, если бы мы добились раньше сокращения рабочего дня, то возможные предприятия были бы с работниками, и не понадобилось бы закрывать эти предприятия, и не понадобилось бы ехать. Да, вот ведь что. То есть тогда мы имеем пример того, что когда люди сопротивлялись закрытию предприятий, бастовали, то есть вот используя время нерабочее для таких целей, они спасали предприятие. Вот здесь Владимир Михайлович Кудрясович сидит, он знает его. Вот он до последнего момента работал на заводе электромашек, до последнего момента, и 20 лет его все время закрывали. И вот тем не менее люди забастовками не дали, не давали закрыть, и оказывалось, что он в нужной предприятии. И находились заказы, и находилась необходимость в этом предприятии. То есть если бы безропот не давали бы закрывать предприятие, не надо было бы в Москву ехать. Вот ведь тоже, чтобы уж немножко и здесь прояснить, что они вот такие страдальцы. Только что же вы не побороли свои интересы раньше? Аж муху, как говорится, лечка не привяжешь, потом обуху не пришибешь. Вот теперь, значит, толкаемся электричком. Ну, давайте вот это остановим, картину такую, да. Хватит тоже отдавать предприятия, чтобы потом ехать. Давайте из Ниндзу Новго пойдем в Москву, потому что уже наборцы об этом создают, так сказать, скоростные там повязания за 2 часа. Мы теперь и поедем, да? Так что ли? Да вот не надо этого допускать. Теперь, что касается вот того, за что мы выступаем, и, так сказать, достаточно ли это. Вот мне очень понравилось выступление младитоварищей, наших новых товарищей, которые говорят о том, что не надо ограничиваться узкими экономическими темами. Это совершенно точно, не надо ограничиваться. Но не надо мимо их проскакивать. Потому что вот может сложиться такое впечатление, что давайте как-то вот независимо вести большую политическую борьбу и достигать политических результатов, и устанавливать диктатуру предприятия, без того, чтобы, так сказать, не достичь введения 6 часов рабочего дня, без экономической борьбы. Но я вот хочу сказать, обратить внимание, товарищи, что здесь вот есть книга «Классовая борьба», которая написана Михаилом Алексеевичем Поповым, консультантом Российского комитета рабочих, которая прекрасно раскрыта, что до тех пор, пока, так сказать, забастовочное движение не будет широким, масштабным, на большинстве крупных предприятий, здесь совершенно правильно подчеркивали значимость крупных предприятий, не будут созданы забастовочные комитеты. Ни о каком возрождении советской власти, как и о реализационной форме диктатуры определят, речи быть не может. Поэтому можно, конечно, высказывать политические требования, пожелания, но они останутся пожеланиями и требованиями, а не лозунгами практической борьбы. Потому что без опоры на бастующие коллективы и их органы никаких советов, полновластных советов, как органов рабочей власти быть не может. И мы тоже проходили период создания советов рабочих, советов трудящихся. Это полезная штука. В каком смысле? Дальше эти люди, которые объединились, могли обмениваться опытом, внести свои коллективы и в конечном счете бороться за рабочие профсоюзов, за оживление профсоюзной борьбы, за принятие коллективных договоров. Но сами по себе эти органы на власть никак не могли претендовать до тех пор, пока они не стали представителями бастующих коллективов. Ну и где такой орган? Хотя бы один. Совет рабочих или Совет трудящихся, который представляет бастующих коллективов. Но нет пока. Поэтому не через них пойдет, конечно, возрождение советской власти. Поэтому не будем отрывать экономическую борьбу, а надо просто понять, что вот мы пока не достигнем больших успехов, конечно, не снимая лозунга, для чего мы в конечном счете этого делаем, в экономической нашей борьбе, пока мы не научимся бастовать, пока не получим прочные эти органы с бастовочным комитетом. До тех пор ни о какой диктатуре предприятия-то речи быть не может. Поэтому не будем противоставлять одно другому, конечно, ни в коем случае. Но мы никогда и не говорили, что с забастовкой все решишь. Да, что при катализме можно исключить эксплуатацию. Я совершенно согласен с товарищем Кузнецовым. И при двухчасовом рабочем дне эксплуатации тоже будет, конечно. Поэтому, но когда мы дойдем до двухчасового рабочего дня, у работников столько будет свободного времени. Мы даже не успеем дойти до двухчасового. Хватит их, наверное, пятичасового, чтобы установить советскую власть. Потому что у них будет достаточно времени для того, чтобы осознать, что происходит, организоваться, провести организованную борьбу и установить советскую власть. Вот почему так капиталисты старательно увеличивают свободное время. Это, во-первых, выгодно, чисто экономически, меньше заплатило, выше нормы прибавочной стоимости. Здесь совершенно правильно было сказано. А с другой стороны, они тем самым лишают рабочий класс предварительного условия для его освобождения. Потому что, ну, правильно, нет никакой возможности организоваться. Поэтому вдвойне им выгодно экономически и политически. Поэтому борьба за шестичасовый рабочий день естественно имеет значение и экономически непосредственно, и политически в конечном счете тоже. Ее надо вести, безусловно. Значит, теперь, что касается вот очень интересного подсчета, проделанного, и я думаю, что можете тоже, везде надо проделать подсчеты. Трудовых количеств часов, отработанных за жизнь. И вот, конечно, цифру, можно сказать, очень такие, мрачные, привел Григорий Вячеславович Бобинов. Я думаю, что если наши рабочие посчитают, то едва ли многим лучше будет картина. Едва ли. Да? То есть, а что такое две с половиной тысячи часов? Это девяностые годы девятнадцатого века. То есть, на век отбросили работников. И рабочих тоже, в числе. Да? Назад. Вот куда. Значит, поэтому сокращение рабочего дня, ну, конечно, уже просто совершенно необходимо. И вот в связи с пенсионной реформой я бы тоже хотел к этому вопросу вернуться. Вот если мы сократим рабочий день, то тогда общее количество часов за трудовой жизнь понизится. Вот детальные расчеты показали, чтобы понять, как далеко нас отодвинули. Что вот если мы со следующего года введем шестичасовой рабочий день вовсеместный, то за трудовую жизнь значит будет отработано меньшее количество часов каким поколением? По сравнению с тем, кто вышел на пенсию в 2017 году. Вот посчитали. Значит, те, кто моложе 1980 года, а те, кто старше, они даже вот если завтра, что дня будет шести часов и рабочий день, они все равно вследствие прибавки вот этого пенсионного возраста, за жизнь работают больше, чем те, кто вышел на пенсию в 2018 году. То есть, дорогие друзья, далеко нас отодвинули. И в этом смысле шестичасовой рабочий день тоже такое еще какое-то слабое требование. Потому что вот половина экономически активных работников значит оставляет в положении того, что они не компенсируют увеличение трудового стажа за свою трудовую жизнь. О чем это говорит? О том, что вообще-то действительно надо подчеркивать о том, что это безотлагательные требования, безотлагательные. И так далеко отодвинули. Может быть, уже даже и требования, которые надо и скорректировать. Если уж нас так далеко отодвинули, а мы хотим все-таки прожить долго, то тогда может быть и обезти часовом рабочим не надо вести речь. В короткой перспективе. Ну и Григорий Славович, вы посчитали, что 110 тысяч работники отработают. Но я с прискорой им должен сказать, что они столько не отработают. Потому что столько не проживут. Это можно предложить, что они под 2,5 тысяч будут работать и вот 45 лет, но это не будет столько. об этом и тоже их нечего утешать. Что вы отработаете 110 тысяч? Это предположительное сослагательное. Если бы вы дожили, а на самом деле вы не доживете. Как не доживали рабы, которые работали постово, но и сколько не проживали. Вот ведь куда нас отодвинули. Поэтому безусловно борьба за сокращение рабочего дня без слагательного требования. Но я поскольку здесь сказал, что у нас теперь выступление идет в духе единственной теоретической практической идеи, не уйду с трибуны пока все-таки о практической идее не скажу и не сфиксирую некоторые очень важные исторические факты. А факт стоит следующий, что впервые в истории современного российского рабочего профсоюзного движения имеется в России около 10 проектов коллективных договоров, где выставляется требование введения 6-часового рабочего дня. Впервые мы долгое время и совершенно справедливо и сейчас вспоминаем коллективный договор докеров как образец но там об этом ничего не было и никогда они этого требования не выставляли. Вот теперь впервые этот факт совершился. И что это означает? Ну вот вы говорите Артем Сергеевич что вы пропагандируете но извините меня пропаганда это такое вообще теоретическое обоснование раскрытие развернутое вы уже не пропагандируете вы ведете профсоюзную работу потому что коллективный договор это конечно вполне конкретный документ привязанный к конкретному предприятию конкретным интересам работников это совершенно новые качества дальше уже остается люди включаются в борьбу не за общий лозунг который здесь будет за 6-часовый рабочий день и что это означает? да ничего не означает когда же вы пришли с коллективным договором дальше они включаются в борьбу вот это тот момент когда борьба переходит в практическую плоскость это надо фиксировать что впервые пока не было таких проектов мы все ходили пропагандистами даже рабочие это необходимый видимо этап и очень полезный и это надо дальше проходить продолжать в разговорах растолковывать это товарищем но это еще не лозунг борьбы коллективный договор проект его это уже за это надо бороться за это надо голосовать по цехам за это надо выступать на конференциях за это надо возбегать требования вот которые здесь совершенно справили уже розны да и за это надо бастовать и бастовать уже в форме сокращения рабочего дня так что это совершенно новый уровень давайте это зафиксируем и разумеется это начало практической борьбы но без этого начала не будет как тут начала да а что результат будет развернутый начало будет теперь есть что развернуть вот давайте удовлетворяться потому что ну что такое 10 10 проектов на великую Россию мало конечно то есть мы мы не будем сказать вот сейчас фанфары так сказать рубить и говорить что все замечательно но тем не менее исторический рубеж этот уже достигнут с этим я хочу поздравить и пожелать успехов в практической борьбе за введение 60 часов рабочего дня спасибо Кудрецов Лавер Михайлович уполномоченный Российского комитета рабочих по нижнему городу джинерской области вот Александр Лавинович меня упомянул уже что мы 20 лет не давали уничтожить завод и в результате не дали его уничтожить вот его закрыли а через два месяца начали опять работать то есть завод сохранили работоспособным это очень важный момент значит на что я хочу обратить внимание вот здесь про пропаганду агитации говорили и так далее что такое шестичасовый рабочий день шестичасовый рабочий день это не значит что ты идешь в чапок на два часа раньше вот надо понять это что задача профсоюзная профсоюзной работы организация рабочих вот это базовая задача что значит организация это значит вот эти два часа хотя бы полтора надо тратить на то чтобы людей учить неграмотный рабочий какую организацию не запланируй реализовать не в состоянии то есть надо людей учить вот на чем учить на коллективных договорах это вот самое такое эффективное средство значит что могу сказать прогрессивный коллективный договор дело очень тяжелое тяжелое в каком плане люди не воспринимают так сказать вот новизну это кто тебе позволит вопрос вот такой кто тебе позволит вы позволите только организованный коллектив состояние что-то сделать организовываться на чем организовываться на составлении коллективного на абсурд и не коллективного договора другого варианта просто нет вот то что надо политическую борьбу тут вот мы это уже слышали здесь за 25 лет уже значит действия российского комитета рабочих тут кого только не было товарищ маленцов статью написал что мы ретроград мы там это без красных знамен выступаем без политических требований значит политические требования может выдвигать только организованный коллектив организованный рабочий класс и мы здесь отказались от порочной системы буржуазной понятия правящей партии это буржуазная вещь правящий он должен быть рабочий класс власть принадлежит не партии а власть принадлежит рабочему классу и кого он назначит кстати исполнять свои свою власть тот и будет рулевым рулевой это очень важно не штурман не хозяин а рулевой ему сказали плывем туда вот тебе направление вот давай чтобы серий обойти вот такая задача так 6 часов рабочий день я уже сказал что надо максимально тратить на учебу и и как это реализовать в коллективах в коллективах можно реализовать по-разному значит вот здесь уже звучало там переходит на 4 рабочих дня в неделю почему не на 5 и сократить каждый день на 2 часа эти 2 часа потратить на учебу это раз а в коллективный договор прописать то в случае сокращения рабочего времени оплачивать простой и часы это же простой оплачивать у нас было такое записано и администрация не очень охотно но оплачивала в том числе завод выжил коллектив выжил благодаря тому что нам оплачивали вот эти простойные дни простойные часы значит когда можно работать с людьми с людьми можно работать только тогда когда они находятся на предприятии на территории дома вы никого ничему не научите если люди ну не спешат люди организовываться немного людей которые дома занимаются читают там капитал маркса и так далее немного таких людей вот можно сказать вот со всей стороны сидят и других практически нет поэтому явка вот забастовки ну у нас забастовок был я не знаю даже сколько не считал что такое забастовка забастовка одни говорят это чем мы тут болтаемся давай-ка мы это дома посидим ушел завода тебя нет значит люди приходят на завод сидим у проходной весь коллектив у проходной никого не пускаем в завод и одновременно проводим занятия вот это самое эффективное и еще по поводу забастовочной борьбы по поводу забастовок как таковых значит знаете что требование заработной платы невыплата заработной платы не является основой для коллективного трудового спора забастовку можно значит объявлять вот так все мы бастуем не выплатили мы бастуем пройти вот всю дорожку коллективного трудового спора сначала и до конца это очень полезная вещь для воспитания коллектива прежде всего а потом уже администрации если вы прошли один раз весь этот путь объявили забастовку провели остановку работы на забастовку не прекращайте вы работаете все но в забастовившем состоянии для того чтобы в следующий раз просто мгновенно мы возобновляем установку работы забастовка продолжается мы возобновляем установку работы остановили никто к вам претензий предъявить не сможет ну об остальном потом все спасибо так уважаемые товарищи обращаюсь к товарищам с решающим голосом если кто-то что-то хочет дополнить или высказать свое мнение по вопросу о 6-часовом борьбе о борьбе за 6-часовой рабочий день прошу высказываться желающих нет сложно что-то наверное добавлять действительно после таких речей единственное добавлю от себя что все-таки сознание и понимание этого вопроса должно прийти в голову трудящихся что это действительно является нашим коренным интересом на сегодняшний день и заголовок этого вопроса как бы четко подчеркивают что без сокращения рабочего времени у нас нет будущего нет и продолжительность нашей жизни будет уменьшаться на этой ноте предлагается значит заслушать проект постановления по первому вопросу принять его за основу чтобы потом в дальнейшем в редакционную комиссию поступали правки я напомню что в редакционную комиссию входят все докладчики плюс научные консультанты то есть у нас будет время после сегодняшнего после 18 часов извиняюсь обдумать эти постановления записанные и свои предложения представить в редакционную комиссию так постановление российского комитета рабочих борьба за сокращение рабочего дня до 6 часов для увеличения продолжительности жизни работников российский комитет рабочих отмечает что в современной капиталистической России растет общая трудовая нагрузка за счет увеличения продолжительности рабочих смен сверхурочных работ внутреннего и внешнего совместительства сокращение оплачиваемых отпусков и повышение пенсионного возраста условия труда улучшаются только на бумаге по результатам оплаченной нанимателем соулт при этом работники лишаются положенных им компенсаций снижение заработной платы в 5 и более раз по сравнению со стоимостью рабочей силы ведет к ее истощению под угрозой жизни и здоровья работника необходимость снижения разрушительной трудовой нагрузки и уменьшение воздействия вредных условий труда на работника диктует необходимостью борьбы за сокращение рабочего дня до 6 часов без понижения заработной платы развитие России невозможно без развития ее главной производительной силы рабочего человека развитие работников требует сокращение рабочего времени и увеличение свободного времени используемую для профсоюзной борьбы учебы повышения квалификаций занятий физкультурой и спортом разумных увлечений на сегодняшний день основным инструментом продвижения 6 часового рабочего дня является коллективный договор работа над созданием заключением и выполнением которого формирует у рабочих осознание необходимости коллективных действий при проведении коллективных действий в ходе заключения коллективного договора российский комитет рабочих рекомендует использовать бессрочную забастовку в форме частичного прекращения работы ежедневно на 1-2 часа развитие такой практики открывает путь к законодательному закреплению 6-ти часового рабочего дня с повышением реального содержания заработной платы данный проект постановления товарищи предлагается принять за основу кто за прошу голосовать против не сдержавшись теперь записываем да по нашей практике для того чтобы замечание по названию перешло с предыдущего наше наседание все-таки у нас вопрос звучит дольбар для сокращения рабочего дня до 6-ти часов без увеличения одни поддольной серии для работы если быть точным привести название в соответствии с вопросом поиска дня но этот техник да я думаю за это мы делал сюда значит постановление российского комитета рабочих о борьбе за 6-ти часовой рабочий день без понижения заработной платы по-моему мне показалось что не прозвучало звучало нет оно есть в самом тексте да в названии на воде вставайте шерен и сметайте на битву шагайте 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 шагайте